Всем привет! Хочу показать свои последние покупки с магазина L'Etoile. Начну я, наверное, с тональных основ. Первое, что приобрела, это BB-крем от марки корейской Too Cool For Skull, который эксклюзивно представлен в магазине L'Etoile. Заинтересовал меня этот BB-крем тем, что у него в наборе сразу же идет консилер в крышечке. И также есть зеркальце небольшое. Сам BB-крем имеет объем 50 мл, SPF 30, очень плотную консистенцию, без серого подтона, хорошо выравнивает тон кожи, увлажняет, скрывает покраснение. Если наслоить, он еще и прыщи может перекрыть. Единственное, я его не советую совсем белым девочкам, потому что он окисляется. То есть из-за этого мне приходится его хорошо тушевать на шею. Понравился, если припудривать, наверное, часов 10 продержится. Если не припудривать, то имеет влажный финиш и меньшую стойкость, наверное, часа на 3. Я его где-то раза 4 носила. Консилер же имеет более желтый подтон, плотную очень консистенцию. Если честно, очень сильно напоминает в шайбочке Catrice Camouflage, который я вам показывала в своем видео о своих консилерах. Ссылку на него оставлю в инфобоксе. Единственное отличие, камуфляж нужно же топить. Он так не очень хорошо наносится на кожу. Этот же имеет масляную текстуру, не растягивает кожу под глазами при нанесении. Но поэтому его все-таки приходится фиксировать пудрой дополнительно. Следующая покупка – это тональная основа от Clinique Super Balance SPF 15. Взяла я самый светлый оттенок с розовым подтоном. И в этой тональной основе меня бесит только одно – это отсутствие помпы. То есть, когда вы ее наносите, у вас все пальцы грязные, еще и на стол что-нибудь вылезет. А так, сама тональная основа неплохая. Она самофиксирующаяся, это меня в ней и привлекло. Имеет такой пудровый финиш. Если не припудривать, она у меня держится часов 8 на комбинированной моей коже. Если припудривать, то она мне вообще не нравится, потому что создает такой эффект пирожка на лице. Имеет такой прям явно розовый подтон. Я даже пожалела, что не взяла нейтральный, потому что вот насколько у меня розовый подтон, то есть розоватая кожа, то здесь прям, ну, поросеночек, я считаю. Поэтому хорошо подумайте при выборе оттенков. Так, в принципе, нравится. Объем 30 мл покупала за 1500, по-моему. Без скидки он стоит в районе 300. За 3000 я бы его брать не стала. Из ухода я приобрела повторно гиалуроновый тоник от Dolce Milk Deep Breath 200 мл объем. Он стал для меня заменой моему любимому тонику кислородный решейпинг от Faberlic, который я вам показываю в своем видео о пустых банках. Он очень хорошо увлажняет, неплохо даже питает кожу, то есть после него нет желания сразу побежать и нанести крем. Покупала на 50% скидках за 99 рублей. Понравился. Также от Dolce Milk я взяла масло молочко для снятия макияжа. 200 мл объем, с помпой идет. Написано, что нужно наносить его на влажную кожу лица. Я думала, что это будет замена гидрофильному маслу, поэтому я его попробовала сначала на сухую кожу нанести, потом намочила ручки и еще по влажному лицу помассировала. В принципе, хорошо снимает тональные основы, хорошо снимает тени. Чтобы снять тушь, нужно будет немножечко потереть глазки, поэтому тушь я все-таки буду снимать мицелляркой отдельно. Понравился. Сначала я его взяла, по-моему, за 350 рублей. Распробовала, побежала взять еще одну баночку, и уже она стоила, по-моему, 250 рублей. На нее иногда 50% скидки бывают. Вторую банку я взяла для сестренки на подарок. Понравился. За свои деньги отличное средство, советую. Взяла я также от Ями Скин Кея Коконут Водзе. Это 250 мл тоник. Тоник для лица, кокосовое молочко. Очень приятно пахнет кокосовой водой. Тут в составе также есть различные экстракты. Стоил он, по-моему, еще дешевле, чем от Дольче Милк. Рублей 80-90. Приятный такой, но у него более навязчивый аромат, поэтому Дольче Милк мне понравился больше. А так, в принципе, советую. Милая упаковочка стоит бюджетно. Неплохое средство. И подруга мне подарила мыло от ATFOX. Насколько я знаю, эта марка тоже эксклюзивно представлена в магазине L'Etoile. Показываю его, потому что оно тоже было на скидках, по-моему. По крайней мере, когда я последний раз была в L'Etoile. Ссылку я вам на все продукты скину внизу. Посмотрите цены. Почему я вам его показываю? Мало того, что оно очень мило и красиво выглядит, у него очень хороший состав. Если кто-то пользуется кусковым мылом, умывается им, то, думаю, вас заинтересует. Здесь на первом месте сразу же идет кокосовое масло, а потом различные экстракты и еще дополнительные есть масла. Вплоть до авокадо. Что здесь еще есть? Касторовое масло есть, поэтому будьте осторожны, если у кого-то аллергия. Имеет объем 60 грамм. Пока не начала пользоваться. Добью мыло от нитроджина, которым умываемся мы сейчас сможем. Потом начну его. Вот все мои покупки. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока!